ну вот снова очередной переход но вот раз не до острова а до города до города турку ветер дует слабенький море спокойно и штиль идти около 30 ими примерно 7 часов туча не маленькая выбрали первую попавшуюся марину турку яхт-клуб так как сезон центре города мест никогда нет стоимость около 20 евро марине можно заправиться водой топливом зарядить аккумулятор и сходить по палец или неплохой бане один большой минус до центра турку пешком идти далековато мы можем доехать на общественном транспорте или на тузике мы выбрали второй вариант так как приезжает на пару переходов старший помощник наш сын александр и нужно побыстрее его забрать и заодно с воды посмотреть сам город до центра города полчаса ходу примерно три с половиной мили турку был основан в тринадцатом веке в устье реки аура то время турку был самым крупным городом финляндии также и среди городов шведской империи он считался одним из наиболее крупных и важных средневековых городов центр города обозначился вокруг кафедрального собора турку поскольку большая часть городских построек была выполнена из дерева часто случались пожары крепость турку расположены в близости от города была одним из центральных оплотов светской власти на территории финляндии несмотря на защиту предоставляемую историю величественным креплением средневековье город не раз подвергался набегом неприятелей все же в 1812 году столицей стал хелестинки академию турку и все основные административные учреждения кроме центрального архиепископства перенесли в новую столицу после великого пожара в 1827 году город не спит народ веселиться вот лодка дискотека 1820 году на территории филляндии проживала около миллиона человек турку в то время насчитывал около 12 тысяч жителей он остался крупнейшим городом филляндии вплоть до 1840 года сегодня в турку проживает 190 тысяч человек с утра пораньше выдвинулись местечко под названием таллин тэгдес дует хороший западный ветер 7 метров в секунду скорость 7 узлов идти примерно 45 морских миль ближе к вечеру будем на месте таллин тэгдес достаточно большая марина заходим с юго-востока стоимость гостевых мест марине таллин тэгдес стоит 30 евро за ночь цену входит вода электричество душ баня туалет вай-фай стиральная комната и место для гриля на развитие деревни таллин тэгдес прежде всего повлияло строительство металлургического завода которому более 300 лет завод был основан еще в 1686 году шведом даниилом факсалем и проработал вплоть до 2012 года в то время деревня принадлежала шведской короне и была населена всего несколькими крестьянами размещение промышленности в портах являлось важным фактором с точки зрения транспортного сообщения на ближайшем острове скепсхормен была найдена глубокая защищенная естественная гавань грузовых судов а неподалеку находился судоходный канал которого можно было добраться до швеции большая часть руды была импортирована из швеции кроме того водные ресурсы возле поселка дали можно было использовать для получения энергии окружающие леса были важным ресурсом так как они давали древесину для производства древесного угля необходимого для выплавки железа первоначально в поселке дали была построена только доменная печь а железо производилась в другом месте работе фабрики мешала тут безденежье эту нехватку угля и часто она проставила в течение длительного времени в 1860-х годах фабрика получила разрешение на создание разливочного прокаточного цеха и стала крупнейшим заводом по производству чугуна в финляндии помимо доменных печей в таллин тэгдос были прокатный цех литейный цех цепной завод гвоздильный завод и паровая пила социальные условия рабочих были улучшены за счет строительства квартир и демонта заводской больницы пик числа сотрудников был достигнут после модернизации в 1970-х года когда на заводе работало 1157 человек конце двадцатого века деловые циклы пошли вниз и за эти годы сотни рабочих были уволены пока в 2012 году фабрика окончательно не обанкротилась и не прекратила свою деятельность церковь таллин тэгдос была построена в 1922 году церковь построена из шлакового кирпича изготовленного из отходов от производства металла заводе таллин тэгдос это диска община владела церкви 12 лет после чего церковь купил один из владельцев фабрики барон в р.д. позднее 1934 году церковь была освящена как евангелическо-литеранская церковь а в 1978 году прихожане купили ее уходим из порта с места между турку и ханку не помню как назывался как называлась мест алина тэгдос чем на юг сторону ханка нет пойдем на юг в сторону острова пирогонки и водоросли смотри подтянуть идем на юг на остров пирог находится недалеко около 20 морских миль марина эра располагается на восточной стороне острова остров крепость эра который сто лет был закрытой военной территории с 1915 года до конца 2014 года на остров эра было запрещено высаживаться остров был открыт для лодочников и туристов в июне 2015 года доступ на остров бесплатный но с лодок взимается плата за причал стоимость 25 евро в цену входит вода электричество вай-фай место для гриля для любителей попариться есть интересная баня в солдатской казарме рядом с причалом в баре можем попробовать местное островное пиво эре знакомит с историей береговой обороны со времен русского царя до наших дней главной достопримечательности острова это хорошо сохранившиеся казармы артиллерийские пушки оборонительные сооружения и крепости разных эпох вот такими вагонетками поднимали лодки на берег на зимнюю стоянку либо для технического обслуживания или ремонта правда пьет пиво пивная кружка на давай пиво глоточек уэра есть собственные доки с 1910-х годов балтийский флот россии раньше называл доки верфью мартина эта верфь могла одновременно разместить несколько кораблей на зимнюю стоянку здание вокруг доктов основном постройки 1940 годов зданиях располагались ремонтные мастерские сварочные цехи пушка у меня мачта калибр 35 миллиметров 12-дюймовая пушка обухова была изготовлена в санкт-петербурге в 1915 году 16 метров длиной весит 50 тонн внутренний диаметр то есть калибр 305 миллиметров эта пушка была рассчитана на 200 выстрелов после чего металл изнашивался точности дальность стрельбы уменьшались это укрепление снаряда подавать вот она смотри к пушкам видео обуховские пушки исторически редкое оружие первый выстрел из этой пушки произвели 1916 году снаряды пушек весит почти 500 килограмм и их дальность почти 45 километров первоначально на это было установлено четыре орудия в конце 1930-х годов две пушки были перенесены рейстинями под выборг маяк бенске ар виден на горизонте на расстоянии примерно 13 километров обуховские пушки участвовали в битве за маяк 1941 году они зачем-то стекло в окном их обклеили надо стекло в окно это стекло окно а под ней я думаю сама пушка железная и они видимо шума дождяшки не жаловать и это легче нержавела тоже на острове также есть своя ценная среда обитания где можно найти редкие растения на острове есть две природные тропы северная так называемая 120 миллиметровая петля и южная 6 дюймовая петля обозначенные маршруты позволяют исследовать каждый уголок острова мы выбрали южную 6 дюймовую петлю пошли здесь видимо жил офицеры фотографии очень классные фотографии картины алис подвальная что ли вот и должен ванне было вот чего-то будет прикос башка ну да, задар люк завален здесь болт стоит то есть здесь начинали молодые люди совершенно унитурные Аллакана ну, как и Саша вот начинал казарма деревянное здание казармы было построено в 1916 году изначально рассчитано на 130 человек казарма служила жилым помещением для экипажа 6-дюймовой батареи много молодых людей прибывали сюда, чтобы начать свою военную службу салон 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 Загорает Стэши, да? Собираемся потихоньку и выходим в сторону Ханка через маяк Бенгскар. Что-то горит. На острове либо лодка. Главной достопримечательностью острова является самый высокий в Скандинавии маяк высотой 56 метров. Маяк принадлежит университету Турку, а в здании смотрителя расположен музей и небольшая гостиница. Посещение открыто ежедневно с июня по сентябрь. 26 июля 1941 года в ходе советско-финской войны советские войска предприняли попытку захватить Бенгскар и взорвать маяк. Однако финский гарнизон острова сумел отбить нападение. Обе стороны потеряли по несколько десятков человек убитыми. 28 советских военных были взяты в плен. Маяк был поврежден, но не разрушен. Моторим до Ханка. Около 3 часов. 16 морских миль. Марина Итос Атома находится на южной стороне города. Достаточно крупная и недешевая. Марина Итос Атома. Предлагает 220 лодочных мест. Цены начинаются от 27 евро и выше. В цену входит вода, электричество, откачка септитанка, туалет, душ, баня и помещение для стирки. Вокруг марины много кафе и ресторанов. Вечерами играет живая музыка. Ну и мы тоже перекусили в местной пиццерии и пошли прогуляться по центру города. Ханково окунелись в атмосферу маленького города, на внешнем архипелаге. Очаровательный Юг Финляндии предлагает захватывающую историю, уникальную островную природу, пульсирующую культурную жизнь и привлекательные рестораны. Летний рай для тех, кто любит песчаные пляжи и отдаленные скалистые берега. С его чарующей атмосферой, яркими событиями и расслабляющими морскими пейзажами. Исторический курортный город можно даже назвать финской ривьерой. Ханка является тем городом, который живет летом. Также для любителей парусного спорта в Ханка в течение всего лета проходят различные соревнования и регаты. Некоторых можно даже поучаствовать в своей лодке. Выходим в сторону дома, но сначала хотели зайти в лагуну Гелезнас, чтобы порыбачить. Дует попутка 6 с лишним метров в секунду, скорость 6 узлов, идти около 35 миль. Лагуна Гелезнас со всех сторон окружена лесом. Это очень хорошее место, если нужно укрыться от непогоды. Также лагуна придется по вкусу любителям тихого уединенного отдыха на природе. В Гелезнас исключительно хорошее обслуживание. Имеется несколько причалов, стоянка бесплатная. Если используете электричество, тогда нужно заплатить 5 евро за сутки. За 15 евро можно забронировать хорошую дровяную баню и тут же искупаться. Если решили порыбачить, то можно арендовать весельную лодку. Лофт можно приготовить на гриле или закоптить в местной коптилке. Мы решили тоже попытать удачу и отправились на рыбалку. А вдруг повезет. Фуэль Вооо Ой-ой-ой Не шибко много, но не ноль Как говорится, время проведенное на рыбалке Боги не засчитывают счет жизни Все, наш поход заканчивается Выдвигаемся в сторону дома Если подвести итоги, то за 17 дней прошли примерно 500 морских миль И побывали в таких местах, как Бьорко, Кёркер, Рёдхаммин, Маринхаммин, Бомарсун, Сеглинги, Холтскари, Турку, Таллинтэгдос, Эрё, Ханко и Лагуна Ёлеснас Жаль, что лето у нас короткое, но не за горами следующий навигационный сезон Есть время проложить новые маршруты и подготовить сани А можно так, не дожидаясь лета И Дед Мороз Ван Моря, Ван Моря, Ван Моря Ван Моря, Ван Моря, Ван Моря, Ван Моря 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 Ван Моря Ван Моря Ван Моря